Прошли те времена, когда россияне могли планировать новогодний отпуск где-нибудь за границей. Благодаря своему чокнутому диктатору, решившему устроить полномасштабную кровавую войну в центре Европы, свободно ездить по миру гражданам страны-убийцы стало очень дорого и невероятно сложно. Большинство моих подписчиков, которые находятся на территории Российской Федерации, озаботились одним вопросом. Куда россиянин может уехать без визы? Поездка в Европу обойдется там 100-150 тысяч рублей туда-обратно, и это если покупать заранее и если повезет. Выдача виз россиянам должна быть ограничена. Неправильно, что в то время, когда Россия ведет агрессивную войну в Европе, российские туристы могут свободно путешествовать. Подавала на визу где-то месяц назад. До этого мне поставили отказ. Я со своей семьей не могу съездить в гости к своей родной маме, по мнению консулов в Германии. Видишь, чайка, да? Она может полететь куда угодно, а россияне не могут. И как бы псевдолибералы не возмущались тем, что бедненьких россиян ущемляют и не дают им свободно путешествовать. Не является ли это такой, знаете, таким... Такой попыткой забрать у людей базовое право путешествовать. Весь цивилизованный мир после принятых санкций и ограничений в отношении Мордора хоть немного, но вздохнул с облегчением. Ведь на улицах тех же европейских городов представителей не до великой страны поубавилось. Соответственно, уменьшилось и количество неадекватных пассажиров в самолетах. Тварь, ты чё? Ну что ты такой, ухи? Для многих перелёт — это и так большой стресс. А представьте, если рядом с вами в самолёте сядет ещё и вот такое истерично-агрессивное недоразумение. Вы не имеете права, это беспредел! Бьётся словно в судорогах, ругается матом и сбивает пассажиров. Этот мужчина так взбудоражен не после кофе, а чего-то более крепкого. Пассажир устроил драку на борту рейса «Багадан-Новосибирск». Сядьте! Что делать? Оказавшийся неподалёку рашистский турист — это всегда большая лотерея и огромный риск того, что отдых может быть испорчен, ещё даже не начавшись. Тихо! Вы респондите! Вы респондите! Вы респондите! И так было десятилетиями. Репутация у туристов из РФ всегда была «отменной» в кавычках. Во всём мире ими брезговали и старались от них держаться подальше. И это неудивительно. Самая за***ая русская девушка! Я тебе за***ю! А где отпадывать? Авиадебоширы теперь приземлятся надолго. В России отказать в перелёте могут тем, кто попал в чёрные списки авиакомпаний. Ещё в 17-м Госдума РФ приняла закон против дебошира в самолётах. За пьянку и дебош в самолёте — статья. Это раньше. За хулиганство давали 15 суток. Теперь 5 лет. В марте 19-го на тот момент ещё гендиректор авиакомпаний «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что меры против авиадебоширов необходимо ещё больше ужесточить. Лично я за более жёсткие меры. Минимум 3 года отказа в перевозке. А также за применение в отношении буйных пассажиров серьёзных средств сдерживания. Таких как пластиковые наручники, ремни сдерживания. Заявления главы «Аэрофлота» были вполне оправданы. Ведь кажется, в Мордоре какие законы не принимай, а бушующим на борту самолёта нетрезвым хулиганам всё ни по чём. Приземлился в участке в аэропорту Домодедово, задержали авиадебоширом. Нетрезвый мужчина сначала требовал сигарету, а затем ударил стёрда. Именно на заграничном отдыхе по-настоящему раскрывается истинная сущность россиян, которые лишь подтверждают, что пропасть между РФ и всем цивилизованным миром просто огромная. А начинают великие и духовные жители РФ свой долгожданный отдых, конечно же, с распития алкогольных напитков, как правило, ещё до попадания в самолёт. Этот буйный пассажир, которого пытаются усмирить бортпроводники, собирался лететь на отдыхе с Петербурга в турецкую Анталию. Конечно, до турецкого побережья дебошир так и не долетел. Мы вынуждены приземлиться в Сочи, чтобы сдать этого пассажира. Протрезвел 34-летний авиахулиган уже в полицейском участке. Оказалось, что он работает охранником, внимание, в аэропорту. Послушайте, какую правдоподобную причину своего неадекватного поведения в самолёте он выдал уже в суде. Нет, можно, конечно, предположить, что таким образом все герои нашего сюжета пытаются бороться со страхом полётов. Но в итоге-то получается. Плохо всем. Из-за пьяного пассажира совершить незапланированную посадку в Варшаве пришлось и самолёту, следовавшему по маршруту Барселона-Москва. Видео, 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 видео. Индер, так бежал. И трезвый пассажир бизнес-класса принялся грубо нарушать общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте. И пока пьяный москвич по имени Дима демонстрировал свои знания иностранных языков и признавался всем в любви, Подоспел польский спецназ и очень технично утихомирил дебошира. Это хорошо, когда усмирить нарушителя на борту воздушного судна всё же приходят сотрудники правоохранительных органов. Пусть и нелегко, но полицейским всё же проще утихомирить такого буйного нарушителя. Чего не скажешь про бортпроводников и других пассажиров авиалайнера. Им очень часто приходится скручивать дебоширов на борту своими силами. Рейс «Москва-Владивосток». 32-летний Дмитрий Кияшко сразу после взлёта начал вести себя агрессивно. Ругался матом, угрожал физической расправой, ударил рядом сидящего человека. Когда в салоне началась уже массовая потасовка, командир корабля пригрозил совершить экстренную посадку в Нижневартовске. Но пассажиры, скооперировавшись, смогли скрутить дебошира. А затем пристегнуть его ремнями к креслу. И после этого всем пассажирам и бортпроводникам пришлось несколько часов подряд слушать бессвязный монолог «Связанного хулигана». Я родов из села Каменный Руболок. Мать-продавец, дядя, электрик. У меня нет прописки, у меня есть татуировки. Я не сидел, я не плотной. Я общаюсь по понятиям, не по понятиям сона. Я общаюсь по своим правилам. Это прям стихоплет. Я стихоплет, а пошел на... Авиадебошир-поэт, именно так его прозвали в интернете, показал на публику все свои актерские таланты. Вот, к примеру, жанр трагедии. Я закончил с красным дипломом сам. Я не запятнал через свою родину, своей страны. Я патриот. Я жизнь продам. Рамзан Кадыров, если ты мужчина. Посмотри это видео, сделай выводы, брат. А это настоящий триллер со страшными угрозами. Я пролью кровь. Я взорву этот самолет с собой. Я взорву и зарежу этого капитана. Клянусь матерью. Его пузо я вскрою лично ножом. Собственно, уже после перелета против дебошира рифмоплета открыли уголовное дело об угрозе совершения теракта. Уже на допросе 32-летний авиахулиган заявил, что он не виноват. Все претензии к неким Даше и Антону. А главное, знаешь, кого просить? Дашу и парня Антона. Люди, которые меня поили. И самое удивительное в том, что на месте авианеадеквата в РФ может оказаться кто угодно. Даже те люди, от которых, казалось бы, совсем не ожидаешь подобного поведения. Меня пытают. Вот вам идеальный пример. Рейс Бангкок-Москва. Мога, ты что? Мога, ты что? Мога, ты что? Перед тем, как оказаться в таком положении, связанный по рукам и ногам, этот буйный персонаж по старинке создавал неудобства всем на борту. Угрожал стюардессам, приставал к пассажирам и даже пытался во время полета выйти из самолета через аварийный люк. Водички, вводички, вводички, сигарет, сигарет, сигарет на самолете. А теперь весьма интересные подробности. Выяснилось, что нетрезвый нарушитель порядка работает в частной клинике. Внимание, врачом, психиатром. По стажем работы больше 15 лет. Именно столько он лечит людей от разного рода зависимостей, в том числе алкогольной. Работает в частной клинике. Вот ее сайт, на котором Вадим Бондарь в числе лучших сотрудников. Интересно, как человек может лечить других, если сам ведет себя вот так? Да что уж там врач-психиатр, если в списки российских авиадебоширов попал даже... Панкратов Черный был в неадекватном состоянии. Да, вам не показалось. Это расистский народный артист, абсолютно поддерживающий убийство мирных украинцев Александр Панкратов-Черный. Не успев зайти в самолет, он сразу же заказал у бортпроводников крепкий алкоголь. Те, по словам артиста, ему отказали, еще обвинили в неадекватном поведении. 100 грамм водки попросил. Мальчик, я не знаю, голубенький он или нет, сказал, что я адекватно себя не веду. В бизнес-классе не могут 100 грамм дать. В итоге недовольного пассажира сняли с рейса. Это очень вывело из себя Путина Люба. Подонки! Скажите, что именно произошло? А почему? Которые народных артистов задерживают, предстают. Особенно Панкратов Черный обиделся на командира воздушного судна и бортпроводника. Бракобесие просто! Но этот, так сказать, звездный авиадебошир хотя бы вышел сам из самолета. Его не пришлось усмирять и связывать, как это традиционно происходит с другими авиахулиганами под градусом. Пассажиры самолета собственными силами обезвредили нетрезвого мужчину, которого устроил дебош прямо в салоне авиалайтера. И хорошо, когда после таких скручиваний неадекватный пассажир успокаивается сам. Зачем бортпроводника ударили? Честно, тоже не помню. Ну вы пьяные были? Возможно. Но такой исход событий это все же исключение из правил. Обычно снятые с рейса нетрезвые буйные пассажиры еще долго потом не дают покоя правоохранителям. Павля дебошира, который устроил драку на борту самолета, Новосибирск-Москва, арестовали на два месяца. Невменяемого пассажира из самолета-то выявили. А вот уже в полицейском участке у мужчины случился неконтролируемый припадок агрессии. БОЛИЦ! После задержания полиции просто зашкаливали эмоции и этого хабаровского авиадебошира. Этот 47-летний хулиган был задержан в аэропорту Толмачева. Его тоже сняли с рейса за неадекватное поведение на борту самолета. А потом правоохранителям пришлось неслабо попотеть, чтобы утихомирить разбушевавшегося мужчину. Сначала буйный россиянин пытался разломать изолятор временного содержания. Позже начал уничтожать штукатурку на потолке. И в конце концов терпение полицейских лопнуло. Кремль, да и простые россияне годами любили рассказывать всему миру о своей якобы духовности. О том, что Мордор впереди всех, и именно Серефий нужно брать пример. Но когда видишь такое... Хочется бежать куда подальше. В 2019-м Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому экипажи самолетов имеют право применять средства сдерживания авиахулиганов во время полета. Чтобы уберить пыл буйных пассажиров экипажу, возможно, будут выдавать специальные наручники-стяжки. Но сейчас такие меры для России, возможно, уже и не очень-то актуальны. Про полеты на заграничный отдых расистам придется забыть надолго. Цивилизованный мир все сильнее отгораживается от диких представителей дикой страны Эрефии. А разве может быть иначе? Люди, поддерживающие войну и убийство мирных людей и детей, являются по сути дикарями, которым нет места в нормальном обществе, и которые должны сидеть в клетке под названием Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова